Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мой доклад – представление о потере души в современной массовой культуре. Вот это представление о потере души, это представление было широко распространено в первобытном обществе, практически во всех частях света. И с точки зрения шаманизма утрата души была достаточно серьезной и распространенной проблемой. С утратой души или ее частей человеком-шаманы могли связать любые симптомы, любого заболевания, любое недомогание, утрату жизненной энергии и так далее. И помимо антропологов, которые, конечно, интересовались этим аспектом вот этого первобытного мировоззрения, вот этим вот феноменом утраты души, вот этим концептом занимался Станислав Гроф, Минделл, Юнг. И другие известные психологи, в частности, например, Юнг, который все-таки анализирует этот концепт с точки зрения своего аналитического подхода, который существует все-таки на стыке академической науки и вот эзотеризма. Важно понимать, что для Юнга психика – это энергетическая система, энергетическая система и важный закон психической жизни – это закон сохранения психической энергии. Видно, когда я перелистываю слайды, да? Значит, с этой точки зрения на любое изменение, происходящее в личности, затрачивается определенный объем психической энергии. Чем существеннее внутренняя трансформация, тем больше энергии требуется на эту трансформацию. На самом деле, как писал Юнг, в момент утраты части души жизненная энергия никуда не исчезает, а просто бессознательно оттягивает ее на себя, обесточивая при этом сознание. И на осознанном уровне мы ничего не хотим, нам ничего не интересно. Любая трансформация начинается изнутри, мы ее не всегда осознаем, из самой глубины личности. И на эту трансформацию, конечно, уходит большое количество энергии. Подобная потеря сил есть не что иное, как инкубационный период, предваряющий эволюцию личности. Апатия, потеря интереса ко всему может наблюдаться либо перед манифестацией какого-то психического заболевания, например, той же шизофрении, а может наблюдаться при каких-то позитивных изменениях личности, при изменении ценностно-смысловой сферы, предваряя какой-то инсайт, предваряя какое-то озарение, открытие нового в себе и в мире и так далее. И современные юнгянские аналитики, например, Клариса Пинкова-Эстей и некоторые другие, они пользуются вот этим концептом утраты части души. Следующий слайд. Очень популярна сегодня такая книга, автор её является Сандра Ингерман, современный психотерапевт и шаман по совместительству. Ну, я бы назвала её так неошаманом, да, всё-таки, если мы имеем в виду, что настоящие шаманы всё-таки в контексте нашего времени современного, они в своей первозданной форме невозможны, то вот будем называть это так неошаманизмом, наверное, будет правильнее. Её книга называется «Возвращение души. Восстановление разбитого на части я». Сандра Ингерман проводит аналогию между работой психолога, осуществляющего кризисную интервенцию, и практикой шамана по возвращению души. Она, поскольку она и психолог, и шаман, она имела возможность сравнить, провести аналогию, и она это делает. Вот следующий слайд, я сделала такую табличку. При этом сама Сандра Ингерман, она в своей практике как-то вот компонует вот эти элементы шаманические и психологические. У неё это как-то вот получается, это всё компоновать и сочетать. Вот, но в большей степени она, конечно, базируется на шаманизме. Так, например, причина потери души в шаманизме связана с тем, что душа похищена злым колбуном или духом и унесена либо в верхние, либо в нижние миры. Также душа может затеряться в нашем мире, но в другом времени. В связи с сильным душевным переживанием человека, например, в прошлом у человека был какой-то сильный испуг, и часть его души, испугавшись, она осталась в той ситуации, в которой произошёл испуг. Она потерялась, затерялась. Либо когда человек живёт будущим, какими-то мечтами, он перестаёт жить настоящим, его душа в данный момент, его душу шаман ищет уже в будущем, в нашем мире, но в другом времени. С точки зрения психологии, причина потери души – это психотравма, породившая некий болезненный эмоциональный опыт, который вытесняется в бессознательное, работают защитные механизмы личности. Неприятный опыт, с которым сознанию нашему тяжело, он вытесняется в бессознательное и становится недоступным для сознания и неподконтрольным для него. И выражается в виде определённых симптомов, навязчивостей, страшных сновидений, фобий, страхов и так далее. Неизвестно, откуда я, будто бы взявшихся. Также по-разному происходит распределение ответственности у шамана и у психолога. В шаманизме большая ответственность за процесс возврата души лежит на шамане, который сам лично путешествует по мирам, лично сам возвращает душу, иногда при помощи духов-помощников. В психотерапии большая ответственность лежит на клиенте, который должен провести большую работу по принятию, осознанию и установлению контакта психологического со своей потерянной частью души. Хотя я могу сказать, что если сравнивать с другими направлениями психологии, то в кризисной психологии всё-таки по сравнению с другими направлениями, психолог больше берёт на себя ответственности, чем в других некризисных направлениях. И, наконец, способы возврата души. В шаманизме шаман отправляется в шаманское путешествие, находит душу, уговаривает её вернуться. Нередко он прибегает к обману для этого, потому что это считается приемлемым для шамана, поскольку считается, что вот эта часть души могла сама быть похищена в результате обмана. Какой-то там колдун мог обмануть просто душу, поэтому не считается каким-то противоправным, также обманом эту душу вернуть обратно. И, наконец, шаман вдувает душу в тело человека через макушку, либо через солнечное сплетение, и обычный человек чувствует при этом тепло в своём теле. С точки зрения психологии мы возвращаем душу при помощи, ну вот эту часть души, при помощи метода активного воображения, который, кстати, у Юнга взят, различных проективных методик, и эмоционального отреагирования этого вытесненного опыта, пережитого, и осознание и принятие этого опыта как часть своего жизненного опыта, как свою мудрость, свои какие-то важные моменты в своей жизни. Дальше. В современной массовой культуре практика возврата утраченной души существует на стыке так называемого неошаманизма и психологии, потому что сегодня происходит размывание границ между психологией и религиозными практиками. Это о чём многие говорят. Тот же Ханнеграф обозначал этот процесс как психологизация религии, с одной стороны, и сакрализация психологии, с другой. И очень часто всякие там психологи, экстрасенсы, они могут себя по-разному называть, целители. Они находятся на стыке психологии и каких-то неошаманских практик. В ритуале возврата души сочетается шаманская и психологическая теоретическая база. Какие атрибуты используются на слайде? Шаманский бубен, погремушки, колокольчики. Колокольчики обычно у них считаются для возврата детской души, души ребёнка. Потом разные кристаллы, камни, которые обладают всякими магическими свойствами. Среди психологических атрибутов это метафорические ассоциативные карты, различные куклы, потом принадлежности для рисования, если мы используем арт-терапевтические методики. Также используется очень часто, ну почти всегда, медитативная музыка, также различные благовония, аромасвеч, ароматические палочки для создания трансового состояния. Центральная часть ритуала — это тексты различные, которые представляют собой различные возгласы, призывы души, душа вернись, сила вернись, то есть обращение к души, призыв вернуться в разных, совершенно разных вариациях. Например, я записываю на космической доске своё желание, чтобы все части моей души вернулись. Также важным моментом является императив, приказ вернуться души, апелляция к свободе воли человека, что я заявляю своё право на свою собственную душу. В разных вариациях тоже вот это вот заявление своих прав на душу, оно звучит в этих текстах. В целом данный ритуал можно описать как психологическую практику, основанную на медитации, прямом вербальном внушении, дыхательных техниках с элементами визуализации и техниками юньянского активного воображения. Мы провели небольшое исследование на базе Самарского университета, в котором приняли участие студенты, молодые люди, молодёжь наша, наше будущее в возрасте от 18 до 20 лет. Мы интересовались, какие же у них есть представления актуальные о потере души, что это для них значит, этот концепт. На первом этапе был проведён опрос, какой смысл лично я вкладываю в понятие потери души и каким способом можно вернуть потерянную душу. Этот опрос проходил индивидуально в письменной форме. Дальше на втором этапе было групповое обсуждение, когда мы все вместе группой анализировали эти ответы и распределяли их по смысловым областям, то есть в процессе группового обсуждения мы их классифицировали, вернее, сами студенты это делали. Третий этап проводилось групповое интервью, и мы задавали вопрос, в каких современных фильмах, на ваш взгляд, присутствует мотив утраты души. Результаты исследований. По результатам исследования вот на ваших экранах следующие виды представления об утрате души мы выявили в порядке уменьшения частоты встречаемости. Самое распространённое – это утрата души как потери чего-то значимого, любимого, близкого человека. Потом второе – утрата души как потери морального облика, потери самоуважения. Дальше – утрата души как потери смысла жизни. И такое психологическое представление преобладает. И последние места – это утрата души как психическое заболевание, утрата души как следствие физической смерти. Утрата души как потери связи с Богом. Тоже такое есть представление, но оно далеко не самое распространённое. Следующее. Как теперь душу вернуть по мнению нашей молодёжи? Самый распространённый способ – это обретение любви, потом обретение смысла жизни, самоанализ, поддержка со стороны, совет, социальная поддержка, поучительная жизненная ситуация, в которую человек попадает, что-то осознаёт, и душу не вернуть, её нужно просто беречь. Это было три человека, которые… Это вот как огонь, который внутри горит, его надо беречь, её не вернёшь. Вот в целом. Да, какие фильмы теперь, да, они назвали? Ну, я не все фильмы эти смотрела. То, что они мне назвали, это вот «Утиная охота», «Душа», вот современный мультик, недавно вышедший, в 2020 году. Корейский мультик «Завтра», кстати, он такой вот очень мистический, где… Это такой мультсериал, где некие существа, которые… Не в нашем мире, да, они помогают людям, которые хотят уйти из жизни, помогают им остаться, жить, обрести смысл жизни и так далее. «Дьявол носит фрада», фильм «Призрак» с Бондурчуком, также они усмотрели этот мотив в мультике «Принцесса лягушка», «Геркулес», «Гарри Поттере», ну вот и так далее. И что я могу, хочу какой вывод сделать? Можно сделать вывод о том, что вот эти вот, ну, архетип какой-то вот утраты души, потери души, он не исчерпал себя в современной массовой культуре, он живет. У молодых людей в нашем исследовании не возникло затруднений с репрезентацией данного концепта и на практике, как мы видим, идея возвращения утраченной души находит свое воплощение популярных психологических и таких вот неошаманских техниках, которых сейчас очень много и в Ютубе, и просто люди предлагают какие-то медитации по возврату души, такие услуги. Ну, все. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Спасибо. 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 Спасибо.